Всем привет! Сегодня говорим о семи опасностях, которые подстерегают кошку в условиях квартиры. Это видео рассчитано на новичков, которые недавно завели котенка и не имеют опыта общения с кошками. Если вы бывалый, эти рекомендации для вас известны, все вы знаете. Но тем не менее, я неоднократно рассказываю на стримах, повторяюсь в других видео, все равно кошки попадают в эти ловушки, получают травмы, а иногда погибают. Если есть время, посмотрите повторение мать учения. Ну, может быть, меня добавите в комментариях, о чем я забуду сказать. И есть вторая версия такого же видео про опасности с точки зрения кота с эмочем. Ссылка будет вверху или в описании. Первое. Открытые окна. Лето, жарко, мы проветриваем, полностью открыли. Есть сетка, если стандартно установлена, она не всегда выдерживает кошку веса. Птичка пролетает, насекомое, кошка может выпрыгнуть, выпасть с окна. Поэтому нужно устанавливать прочные сетки, которые выдерживают вес кошки. Специальные есть, можете заказывать при установке окон или отдельно купить, установить. Для тех, кто совсем любит кошку, поставьте балкончик прогулочный. У Димы, по-моему, такой есть. Димапорт, привет тебе. И еще вот открывает окно на проветривание. Клин такой создается. Кошка попадает туда, чем больше пытается выбраться. Ни вперед, ни назад не получается у нее. Она глубже в этот клин оседает. Достаточно 5-10 минут, чтобы получить травму. Нарушается кровоснабжение. Если дольше, то может кошка быть инвалидом после этого, если удастся спасти, либо погибнуть. Будьте осторожны, не оставляйте на проветривание окно, когда вы не контролируете ситуацию. Второе. Провода. Любая проводка. Можно, конечно, кошку приучить не трогать провода. Ваше присутствие. Сэмыч что-то хочет. Но это временное явление. Как только вы уйдете из квартиры, котенок или взрослый кот может снова начать играть с проводами. Это опасно. Конечно же, электричество, гибель наступает, выживает очень редко животное. Вот у нас в доме нет ни одних наушников, потому что Сэмыч все перегрыз. И когда он был маленький, мы прятали. Другого варианта нет. Ни спреи, ничего не работает. Только прятать, доступ ограничивать. Может быть, трубку купить, гофрированную такую плотную, чтобы не смог прогрызть провод. Или какими-то частями мебели закрывать. То есть доступ должен быть закрыт. Третья опасность. Двери и сквозняки. Часто, когда особенно люди курящие живут, ходят на балкон, вот это металлопластиковое окно, дверь, она тяжелая, и травмы наносят. Минимум хвост страдает, конечности, максимум голова. Черепно-мозговая травма – это опасно. Ну и не только те, кто курящий. Просто можно по неосторожности. Особенно опасен возраст до года. Когда котенок, он любопытен, бегает за вами как хвостик и может попасть. Вы просто не обратите внимания. Обращайте внимание. И сквозняки, вот межкомнатные двери, если бумажные, ну как их называют условно, это не так опасно. Они не тяжелые. Если деревянные, то могут при закрывании сквозняком нанести травму довольно серьезную. Поэтому будьте осторожны. Потом после года кот уже знает, ну или кошка привыкает к подстерегающим каким-то угрозам и осторожнее себя ведет. Четвертое – мелкие предметы. Резинки всякие, нитки, веревочки, может быть батарейки. Вот у меня я специально приготовил такая вот маленькая батарейка. Это, если попадает в желудочно-кишечный тракт, может привести к гибели. Мелкий предмет, да, он может самостоятельно пройти и не навредить. Но иногда бывает приходится делать операцию. У меня есть кошка, у швеи живет. И вот как бы она ни убиралась, все равно где-то находит обрезки ниток, веревочек и периодически ее приходится спасать. Будьте осторожны. Мелкие предметы опасны для кошек. Пятое – мусорное ведро. Всякие целлофаны, вот эти обертки, кости представляют опасность. А когда кошка, даже если вы воспитывать ее будете, она все равно промышляет, охотится, Сэмыч помогает снимать видео и может добраться до ведра. Шестое – химия. Бытовая химия, хлорка привлекает кошек и может быть отравление или химический ожог. Будьте внимательны. Я ускоряюсь, у меня батарейка садится. Седьмое – маленькие дети. Ну, здесь контроль родителей. Обязательно нужно, чтобы дети знали, как обращаться с животными. Потому что берут котенка ребенку в качестве игрушки и получаются травмы. Вот этого не должно быть. Котенок – это живое существо, и родители должны об этом знать, контролировать. Еще один момент я упустил. Восьмой пункт будет – растения комнатные. Это тоже опасно, даже если они не ядовитые. Может быть, индивидуальная чувствительность и животное пострадать. По растениям у меня будет отдельное видео. Ну, а теперь послушаем эксперта нашего. Он и так сказал свое слово в этом видео, но отдельно еще скажет. И пишите дополнение в комментариях. Я о чем-то забыл рассказать. Ну, а бывалые нас дополнят. Пока, друзья. До новых встреч. Ой, ну может хватит уже делать из мухи слона. Или из слона муху. Ну, в общем, преувеличивать эти все мелочи жизни. Понятно, что навредить может и высота, и всякие отходы. Но посудите сами. На улице вот живут кошки, а там мусора очень много. Выкидывают все подряд. Даже некоторые мусор этот не доносят до контейнеров. Все вот прям во дворе могут кинуть. А там и кости, и батарейки, селедка пропавшая, пакетики всякие, химия. Что хочешь. Провода также есть под напряжением. И мелкие предметы, стекла кучами лежат. Как-то животные выживают. Не то что дома. В тепле, в добре. Разве это опасности? Вот в квартире больше всего опасности. Я уже говорил, тапки не надо трогать. Не писайте в тапки. Мимо лотка лучше не ходить. Ну, не понимают этих вот шуток двуногие. И раз, мяукнул вот ночью. Хотел предупредить. Мне показалось, кто-то постучал в дверь. А нет, только мяу, говорю в 2 часа ночи. И сразу, тихо, тихо, разбудишь нашего двуногого. Ну, что ж такое. Хотел доброе дело сделать, и не вышло. Вот, так-то так. Так что, нужно выучить правила поведения в доме. Это важнее всего. Вот. Продолжение следует...